В 14-м году, когда Америка напала на Украину, Россия приняла всех вас. Худ же вся эта цепсошная херня пошла. Им отключили сознание, там скорее всего в комплексе действуют психотропные вещества. Владимир Зеленский согласился передать Варшаве западные территории Украины. Президент, наркоман Зеленский, виновен из гибели украинского народа. Я спрашиваю Зеленского, который ночью, когда все мирно спали, напал на Россию. Первый начал обстрел. Я с большим интересом увидел фейк. Вот, пожалуйста. Шоумен, который оказался в кресле президента Украины, ничего кроме самопиара не производит. ВСУ, киевский режим пал. Военно-политическое руководство покинуло территорию Украины. Президент Зеленский сбежал. Честно признаюсь, что фейки пошли очень высокого уровня. Кипрская халтура российской разведки. Путинская машина пропаганды все еще работает, удовлетворяя запросы самого непритязательного обывателя. Продолжает воспроизводиться на практике гебельсовская схема. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. Канал «Россия-24» украл видео с нашей съемочной площадки, и они это выдали за фейки из «Буча». Они также инсценировали «Буча». Они также инсценировали в свое время удар якобы российской ракеты по вокзалу в Краматорске. Сформировался обширный набор искаженных установок, которые бесчетное количество раз повторяются для поддержания в российском обществе культа ненависти, лицемерия, зацикленности на наиболее низменных составляющих людской сущности. Я обвиняю западные средства массовой информации, и прежде всего американские, не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии преступления в городе «Буча». Это фейк, это бред. Но вы же сами периодически велись на фейке. И я помню ваш твит, точнее ретвит, хоть с какой-то картинкой, где лысые мужики со спины татуированные, и вот с кем воюет Россия. А потом оказалось, что это вообще заключенная Сальвадора из какого-то хрен знает какого года. Да, я тоже ввелся, и может еще не раз поведусь, потому что так это ловко сделано все. У них 85 полов вместо мужского и женского. У них публичные дома для зоофилов. Они узаконили педофилию. Ну прекратите вы это, вот не доводите меня до греха, но прекратите вы разгонять эту дичь про украинских танкистов с заваренными люками. Мы все только за то, чтобы война прекратилась. Поэтому 24 февраля началась военная операция. Наши бойцы, освобождая Светогорск, обнаружили в детском доме коммерческие документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Один из плательщиков была компания «Кока-Кола». Россиянину в итоге можно втюхать практически любой бред. От потерь нет, до мой гроб еще шумит в лесу. Все в зависимости от контекста. И корова, говорит, она мне как слышала. Корова плакала. Что хоть скажет? Прости, господи. Не ведаю, что творят. Вот до чего эти твари дошли. Однако работа на невзыскательную публику породила отупение и самих манипуляторов, и творцов пропагандистского продукта, который становится совершенно низкопробным, монтируется неумело и топорно. Особенно это заметно на примере информационно-пропагандистских акций за рубежом. Распространили про меня полную чушь о том, что я призвала нанести ядерный удар над Сибирью. Украина напала на российские земли. Можно узнать, какого числа и где? Какими силами? Начиная с 24 февраля 2022 года. Вся система операций влияния российских спецслужб стремительно деградирует, превращаясь в дискредитационное портфолио для самих планировщиков и организаторов информационной войны. А вы помните, как вы вместе с Гитлером напали на Россию? Вы это помните? Или вам это нужно? А вы в курсе, да, что Гитлер по национальности в Украине забыли, да? Может быть, фейк. Какой фейк? Слушай, это правда? Ни для кого не секрет. В условиях полномасштабного вторжения в Украину, одной из наиболее значимых мишеней путинских информационных террористов, выступает высшее политическое руководство борющейся страны. Тем временем появилась информация о том, что произошло с главой военной разведки Украины Кириллом Будановым, который перестал появляться на публике с 29 мая. Сидится и сидит, как говорится, на запрещенных препаратах давным-давно, чуть ли не, я думаю, не с курсантских ли лет. Состочно обезображенное сейчас всем тем, о чем вы говорите, это лицо Зеленского. Да, логика понятна. В Кремле спущена задача реализовать максимум мер для разрушения имиджа украинского президента Зеленского, главы правительства и членов кабинета военного командования. Методы стары, как мир, придумать и разогнать сообщения и истории, которые внесут клин между украинскими властями и народом. Продление полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано. Он употреблял наркотики. Свежим примером подобной операции выступает эпизод с кипрской гостиницей Зеленского. История довольно тухлая, особенно на фоне достоверных данных о дворцах Путина за казенные деньги. И это проблема. Как-то резиденция в Геленджике стоимостью 1,3 миллиарда долларов. Роскошный образ жизни ФСБшного царя табу, а вот помои про других всегда пожалуйста. Домик под Геленджиком стоимостью более 100 миллиардов рублей и площадью с небольшую европейскую страну не мой. Суть Чернухи против Зеленского сводится к тому, что он якобы приобрел отель на севере Кипра в городке Кирения. В одном единственном источнике ОДА-ТВ вышло сообщение. Дескать, фирма Film Heritage Inc. в мае 2024 года приобрела отель по цене в 150 миллионов долларов. Российские чекисты планировали. Подобная информация выполнит роль информационной бомбы, но на деле сами сели в калошу. Думающие люди, аналитики, те, кто занимаются реальной политикой, ну просто умные люди, прекрасно понимают, что это фейк. Базовый факт-чекинг позволяет установить источник сенсации, является дискредитированным. На сайте ОДА-ТВ многократно выходили заказные публикации в интересах Кремля. Ресурс имеет реноме «Московской помойки». Не выдерживает проверки сам вброс о смене собственности трехзвездочного отеля «Вьюни Палас», которым, как и ранее, владеют представители турко-киприотов из фирмы «Оскар». Выясняется. Ципсо. То, что с подачи россиян подается, как приобретение отеля фирмой Film Heritage Inc, по признаниям самих местных, названо совпадением. Ведь одноименная локальная фирма владеет здесь казино. Они же умеют только распространять ципсошную ложь. На одной хлипкой псевдопривязке фирмы «Тезки» Film Heritage Inc к супруге украинского президента россияне разогнали и ПСО, которая должна была подорвать доверие к украинскому руководству не только внутри страны, но и у кипрских партнеров. Вот и все. Потому что вы лжете. Практически молниеносное разоблачение фейка российских спецслужб наносит им серьезный удар. Поражает не только прямолинейность работы российских инфозлодеев, которые уже и в подметке негодятся их предшественникам времен Шибаршина, но и их выстрел себе в ногу. Вы берете ципсошную ложь, бросаете ее в сеть, после чего начинаете ее раскручивать. Провалы таких кейсов, как «Кипрский отель» вносят недоверие ко всему будущему контенту подобного рода на треке дискредитации Украины. Бросается в глаза расточительное использование бюджетных ресурсов на раскрутку заведомо провальных операций влияния. Распиливание силовиками космических бюджетов негативно сказывается на самом качестве проводимых ИПСО. Ведь если генералы российской разведки санкционировали операции влияния на Кипре, которая является откровенной халтурой, то и большинство прочих мероприятий могут иметь сходный пошиб. Все бы хорошо, но это ложь. Но до истины, конечно, никто не докопается. Свято верят силовики с большими звездами, и их преступные подручные помельче. Вот так история одной цепсушной операции.